Здравствуйте! Программа «День за днём» на Ивантеевском телевидении. В студии Анастасия Квардитская. Сегодня вы увидите. Если б знали, что заболеем, о чём говорят пациенты ковидного отделения. Открытый разговор. Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов провёл приём жителей. Родной кусочек планеты. Общественники навели порядок на прибрежной полосе УЧИ. Об этих и других новостях прямо сейчас. Отсутствие тротуара, вопрос улучшения жилищных условий для многодетной семьи, а также жалобы на незаконных арендаторов. Проблемы, с которыми жители, обратились к главе городского округа Пушкинский Максиму Красноцветову. Встречу провели в КДЦ Первомайский. Оксана Юрьева – мать-одиночка. Воспитывает троих детей. Самому младшему ребёнку 7 лет, старше 15. Вместе с мамой и взрослой сестрой им приходится ютиться в двухкомнатной квартире. До сих пор она не может встать в очередь на получение жилья. С этой проблемой она обратилась к главе городского округа Пушкинский Максиму Красноцветову и его заместителям. У дочери переходный возраст, соответственно, у ребёнка нет никакого личного угла, ни пространства. Я сколько пытаюсь томиться, ничего у меня не получается. Вот сейчас она отца защиты поехала в Талпсель, ладит звонит, и говорит, ну я вообще давно не хочу. Ну, то есть, как и есть, потому что там просто там, как на вокзале. С проблемой постановки в очередь Оксане пообещали помочь. Первый этап – сбор необходимых документов в МФЦ, подтверждающих, что её семью необходимо признать малоимущей. Заместители главы этот вопрос пообещали взять на личный контроль. Всё хорошо, спасибо вам большое. Спасибо за внимание. Да, вам спасибо. Также жители обратились по вопросам отсутствия тротуара возле Плотинова в Ивантеевке, жалоб на арендаторов магазина по улице Адмирала Жильцова, а также ремонта подвала и подъездов в многоквартирном доме. Всего на личный приём в главе пришли более 10 человек. Иван Чинаев, Людмила Ермакова, Антон Рябов, Владимир Безлепкин, Анна Белова и ТВ. Третья волна. Ковид не сдаётся. Число переболевших новой коронавирусной инфекцией в Ивантеевке перевалило за 3 тысячи человек. Ежедневно плюс 8-10 заразившихся. Сегодня наша съёмочная группа познакомилась с пациентами, которые находятся на лечении в стационаре. Узнала, как лечат и была ли прививка. Температура, неделя дома, одышка и боль в груди. Стало страшно, вызвали скорую. В больнице сразу под кислород и капельницу. Историй в ковидном отделении, как под копирку. Елена Алексеевна пока дышать совсем без кислорода не может. Без него чувствует себя. Иначе, конечно. Приходится, конечно, выходить в туалет. Туалетные процедуры делаешь, снимаешь. Очень хочется сразу одеться. Потому что ты задыхаешься. Пока невозможно. Не исправляются, лёгкие. Елена Владимировна в больницу попала месяц назад. Ей 67 лет. В первый раз ковидом переболела зимой. Заразилась вся семья. Это второй круг. Он тяжелее. Прошла через реанимацию на кислороде уже 10 дней. Есть не хочется. Тошнит. Ужасно. Мы первые вообще лежали 3 месяца. Вообще не вставали. Все. Такие побочные явления ужасные. Всё болит. Всё болит. Ну, ужасная зараза. Сейчас в ковидном отделении Ивантеевской ЦГБ лечится 77 пациентов. Из них 6 в отделении реанимации. 5 на искусственной вентиляции лёгких. Это третья волна. Хоть и кажется, что её нет. Это так кажется, да. Когда у нас, в принципе, отделение работает как терапевтическое, мы тоже об этом не задумываемся. А когда ты начинаешь работать в красной зоне, тогда ты уже понимаешь, что никуда это не делось, никуда оно не спало. Каждый раз поступают по 20 пациентов за сутки, 25 там. То есть никуда это не делось. И пока оно остаётся с нами. Красная зона для врачей и медсестёр уже привычна. Инфекционное отделение для ковидных больных организовано в здании бывшего роддома. В костюмах душно и плохо слышно. Я вот вас не слышу. На самом деле эпидемия пока продолжается. Для нас это работа привычная, такая же, как первые две волны. Ничего не изменилось. Работаем. Я переболела. Переболела. Ещё в первую волну. Всего с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией переболели более трёх тысяч жителей Ивантеевки. Третья волна чувствуется, если на прошлой неделе более 500 человек по области в день госпитализировали, то на этой неделе уже более чем 700 человек за сутки по области госпитализируются с таким заболеванием, как новая коронавирусная инфекция. Почему это происходит? Ну, это, я думаю, элементарно, потому что пока что мы, к сожалению, не Израиль, мы не достигли необходимого уровня 60% иммунной прослойки. Болеть страшно, но прививку делать многие опасаются ещё больше. Итог – стационар. Я болею очень тяжело. Я больше месяца здесь уже нахожусь. Была в реанимации. Сейчас становится чуть получше. Лечат очень хорошо. Девочки замечательные. Просто врачи, надо сказать, отдают себя все целиком. Как бы было сомнение, но ещё есть ряд заболеваний, склонность к тромбообразованию. Ну, когда заболела, вот тоже перенесла вот всю прелесть эту в кавычках, то есть как это всё плохо, то есть всё тело ломит, трясёт, спать от кашля не можешь, то есть не сидеть, не лежать, кашель просто душит. Вот. Уже начала задумываться. Думаю, может быть, всё-таки надо было сделать прививку. В Ивантеевке первую дозу вакцины уже сделали более 9 тысяч жителей. Вторую из-за разрыва в 21 день – около 7,5 тысяч. Честно вам сказать, пока нету осознанности нашего населения и понимания, что да, вакцинироваться необходимо. Много сомневающихся, а пока сомневаются, к сожалению, попадают в наш ковидный стационар. Такого состояния хочется избежать, и многие пациенты говорят, что хотят пожить подольше. Но не у всех это, конечно, получается. Печальных историй много, почти каждый день мы смотрим на это. Кого-то прививка оберегает вообще от заболевания, а кто-то переносит его в более лёгкой форме. Светлана из тех, кто привился дважды. Но на Украине от ковида умерла бабушка. Пришлось ехать. В автобусе все кашляли, заразилась. Мы считаем, что без прививки человечество бы вообще не выжило. Точно так же, как и здесь. Надо делаться. Потому что неизвестно, как бы у меня закончилась вся эта история, если бы не было этой прививки. Я уверена в этом на 100%. А так, да, тяжело. Очень тяжело. В Ивантеевке сейчас прививают двумя вакцинами – спутник ВИ и эпивак Корона. Во взрослой и стоматологических поликлиниках по выходным в торгово-развлекательном центре «Гагарин», а по будням с 6 до 8 вечера на станции Ивантеевка. Кристина Лушникова, Анна Пыльцина, Фарид Галиев, Анна Белова и ТВ. Вернуть природе её свежий облик – задача, которую ставит и выполняет комиссия по экологии Общественной палаты Ивантеевки. Совместно с неравнодушными жителями и молодёжью города общественники убрали прибрежную полосу Учи в районе улицы Толмачёва. Сейчас с тобой покрышки. Пойдём покрышки, сейчас покрышки. Пойдём, да. Наступило утро, и неравнодушные жители по завету маленького принца идут убирать планету. А точнее, её маленький кусочек – берег Учи. Акция по очистке прибрежной зоны организована Общественной палатой Ивантеевки. Мы выбрали место, ну, самое, как жители нам сказали, самое загрязнённое на берегу реки Уча. Вот, и с привлечением волонтёров убираем прибрежную полосу. Особо таких вот навалов мусора я не заметил. Я вчера здесь проходил, смотрел, да, и сегодня. Ну, есть очаги, да, в основном здесь много стоит мангалов. И вот около этих мангалов там коробки после шашлыка, бутылки пустые, вот. А вот где скамейки, там чисто. Ну, есть русская пословица. Не там чисто, где убирают, а там, где не ссорят. На самом деле, у нас бесподобно красивый город. И это здорово, что небезразличные жители. Бутылки, пакеты, окурки. Этот мусор волонтёры и общественники собирают в мешки, которые позже вывозят сотрудники городского хозяйства. Встречаются и крупногабаритные отходы, например, шины. Я люблю Ивантеевка за то, что здесь природа как раз, а не город, собственно, из Москвы, поэтому и уехала. Ну, и всего от этого больно, и хочется, чтобы было почище. Ну, так делаем, что можем, и я уверена, что личный пример – это наше всё. Ирина Кузнецова по первому образованию эколог. К вопросам чистоты и порядка в городе относится ответственно, и потому сама принимает участие в уборке прибрежной полосы. Молодые мальчики, девочки с улыбками на лицах помогали убирать мусор. Это, конечно, радует. Но хотелось бы обратить внимание на то, что люди в большинстве своём, выходя на прогулки, гуляя с собаками, с детьми, на пикниках, очень часто оставляют за собой горы мусора. Нужно с этим бороться. Призывает ответственно относиться к своему городу и к природе молодёжь. Многие напоминают не только о том, что нельзя выбрасывать мусор в непредназначенных для этого местах, но и о необходимости раздельного сбора отходов уже у себя дома. Я хочу сказать, что людям нужно бережнее относиться к природе, и желательно нужно будет сортировать мусор. Людям надо подумать о себе и понять, что выкидывать мусор не слишком правильно, потому что другие люди будут его убирать и тратить своё время на это. Мы, как молодёжь города, остаемся неравнодушными, принимаем участие во всех подобных акциях. Всего во время акции было собрано около 15 мешков мусора и пяти автопокрышек. Как подчёркивает председатель комиссии по экологии общественной палаты, подобные субботники будут продолжены. Следующую экологическую акцию общественники планируют провести в районе Бережка. Людмила Ермакова, Фарид Галеев, Мария Барсукова. Программа «День за днём». Культурные выходные. В галерее современного искусства открылась выставка живописных работ Софьи Межневой, приуроченная ко Дню России. «The Way» – первая выставка Софьи Межневой в рамках проекта «Путешествие по России». Художница родилась в 1991 году в Ивантеевке. С детства интересовалась искусством и любила рисовать. Четыре года назад окончила Российский университет дружбы народов по специальности «Искусство и гуманитарные науки». Сейчас пишет картины, занимается росписью помещений и реставрацией исторических зданий. На вернисаже представлен творческий путь художницы, а оформлена она в виде мастерской. Здесь и мольберт с только что начатой картиной. Рядом с ним брошены краски, кисти и палитра. Выставка состоит из нескольких разделов – Байкал, Карелия, Краснодар, Хакасия, Заполярье. Посмотреть живописные полотна, отражающие красоту необъятной России, можно в часы работы галереи до 30 июня. Сигарету на конфету. За здоровый образ жизни выступают ребята из комплексного молодежно-досугового центра «Актив» и призывают всех жителей следовать их примеру. Жизнь без вредной привычки. Ребята из «Актива» совместно с Комитетом по образованию и молодежной политике, а также с Комиссией по делам несовершеннолетних и волонтерами Подмосковья призывают отказаться от курения. Эта акция приурочена к Международному дню отказа от наркотиков. И мы, как говорится, пропагандируем здоровый образ жизни, просто обменивая сигарету на конфету. Мы забираем у человека сигарету, ломаем ее и даем ему в награду конфету за то, что он отказывается от этой плохой привычки. И о погоде на завтра. В пятницу, 11 июня, ожидается слабый дождь. Температура воздуха прогреется до плюс 18 градусов. Ночью синоптики предсказывают 16 градусов тепла. Ветер слабый, северо-восточный, максимум 3 метра в секунду. На этом у меня все новости на сегодня. Я, Анастасия Квардитская, прощаюсь с вами. Всего вам доброго и хороших новостей!